Всем здравствуйте! С вами Нирвана Самадхи из Кочегарки, где топится печка для дома. В этот зимний вечер я с вами на связи снова. Ну, я рассказываю о своей болезни, уже так повелось здесь на этом канале. Самое тяжелое было в обострениях, это мои дороги, конечно. Что самое тяжелое было? Это походы в никуда. То есть я могла сутки, двое, трое, самые большие трое суток идти по дороге, по дорогам, уезжать в другие города, идти по дорогам и видеть, слышать и бредить. Вот это самое тяжелое. Пожалуй, было то, что я... Было такое один раз психосоматическое, что я горела изнутри. То есть я сгорала изнутри. Прям у меня был такой огонь, который меня ожег. Я чувствовала запах даже. Такие кальцинации были обонятельные. Газа, серы. Ну, были трассы, где я ночами сидела под березой. Трасса, машины едут. Я на дороге. Никак не могла вернуться домой. То есть я уходила из дома и не могла вернуться. Мне нужно было собраться с мыслями, чтобы вернуться опять домой. Но я не успевала это сделать. То есть меня сдавали тогда уже. Самое тяжелое было. Это бред, галлюцинация и ведение. Я надеюсь, такого больше не повторится. Потому что в этот период я таблетки не могла пить, потому что дома не находилась. И у меня все это начиналось. Самое тяжелое, пожалуй, это мои пути, дороги. Дороги бесконечные и тяжелые. Такого больше не повторится. Я надеюсь. Я очень надеюсь на ремиссию. На постоянное выздоровление. И хочу творить. Хочу творчеством заниматься. Во мне много энергии. Несмотря на слабость. Несмотря на потерю сил. Несмотря на свои состояния. Тяжелые. Вообще, конечно, лекарства высасывают из меня все силы. И силу воли, конечно, подавляют врачи и лекарства. Эти больницы и это лечение. Но я надеюсь, что я воскресну из пепла. В Астану снова буду творить. Что-то делать такое. Про больницу я не люблю вспоминать. Потому что это очень тяжелые воспоминания. Было у меня все, что касается классики. Жанра. Шизофрении. Но я не хочу на этом зацикливаться. Не люблю. Хочу выздороветь. Хочу быть нормальным человеком сейчас. В иные миры перестала уходить. В свой мир уже не хочу. То, что я ушла от Иисуса. Мне это помогло. Помогло восстановить свои мозги. Несмотря на то, что многие скажут. Вот ты такая там всякая. Ушла от Бога. На самом деле мне нужно было уйти от своего мера. Не от Бога даже. А от своего мера. Который меня приводил на больничную койку. Этот мер меня просто губил. Есть такая картинка. Место, куда приводят мечты. Мои мечты и мой мир с видениями. Приводила меня не туда, куда надо. Не туда, куда я хотела. Конечно, мне бы хотелось быть нормальным человеком. И хорошо себя чувствовать. И оставаться в реальности. Еще я хочу, чтобы были живы как можно дольше мои родители и моя семья. А вообще я человек грустный и печальный. И одинокий. Вот так вот сложилось, что одиночество в моей жизни. Это никуда я от него не делась. То есть, как оно и будет, скорее всего.